Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Мы продолжаем цикл передач, который мы посвящаем выпускникам Одинцовского района. И сегодня в нашей студии выпускник Одинцовской школы номер 3 и директор Дмитрий Юрьевич Никонов, директор этой школы, а выпускник Роман Иванович Авдеев. Здравствуйте, Роман Иванович! Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич! Снова рады видеть вас в нашей студии в предыдущей передаче. Мы показывали разные поколения выпускников, студия едва вместила всех желающих. И младшие, и средние, и старшеклассников, так мы называли в нашей прошлой передаче. Сегодня пригласили вас, Роман Иванович, потому что вы не только окончили школу в 1984 году, вы продолжаете свою тесную дружбу, продолжаете помогать родной школе. Совсем недавно, на юбилей, вы подарили инженерный класс. Прежде чем мы переступим к этой теме, хотелось бы, чтобы вы вспомнили ваши школьные годы, какими они были, каким вы были учеником. Знаете, мне хотелось всегда... Мы уже раскололись на этой теме. Да, мне всегда хотелось, чтобы школьные годы как-то прошли быстрее, хотелось быть взрослым. Мне хотелось какой-то самостоятельности взрослым, и я вот как-то это торопился. А сейчас вот я вспоминаю, всё время встречаясь со своими одноклассниками, мы поддерживаем контакт. И вот такие очень тёплые воспоминания, хочется вернуться обратно. Вот это такое самое главное воспоминание. А если к каким ученикам, ну, со мной было непросто. Со мной было учителям непросто, и я это стараюсь не рассказывать своим детям. Потому что мы говорим, что я был пример. Но иногда они, когда что-то приходят, я их ругаю, думаю... Ну, я же тоже шалил. Да, я же тоже шалил. Роман Иванович, вспоминаются ли вам какие-то курьёзные случаи из вашей школьной жизни? Ну, и такой вопрос каверзный. Прогуливали ли вы уроки? Ну, на первый вопрос ответить просто прогуливал. И сейчас, в общем, искренне, даже не для красного слова. Тогда считался это каким-то геройством. Я чувствовал себя взрослым. А сейчас вот думаю, зря я это делал. И вот самое главное, вот такое моё самое сожаление, я учил немецкий язык. И я вот тогда думал, ну, зачем мне иностранный язык? Ну, зачем мне это всё? И вот, ну, и, в общем, я его не учил, просто просиживал штаны. А сейчас вот искренне об этом жалею. И эту историю я своим детям постоянно рассказываю. А насчёт курьёзного случая, я уже когда немецкий язык, я вспомнил. И, в общем, понимали, что сложно мне будет знать. И мне учительница Фаина Васильевна сказала, «Выучи седьмой билет». Я говорю, а почему только седьмой? Он тебе попадётся. Ну, выучи, просто выучи. Ну, я пришёл, выучил седьмой билет. Ну, один билет-то я точно мог выучить. Выучил, он говорит, я его тебе положу в угол. В правый вот там стола и первый иди. Я говорю, всё понял, Фаина Васильевна, всё сделаю. Ну, захожу я и вот как раз вот директор берёт этот стол и переворачивает куда-то. Хорошо, ходил подняли. Я так вот, то есть, смотрю. Понимаю, куда уходит мой билет? Да, и в панике. Ну, всё было несложно. И я потерялся. Я стою вот так над столом. Фаина Васильевна стоит сзади и говорит, «Куда полез?». Я тут вообще растерялся, вытащил первый попавшийся билет. Ну, вот пришлось, то есть, ну, натянули, поставили три. Наверное, надо было ставить два. Но вот я помню это вот такое вот, то есть, напряжение. Ну, учителя всё-таки поддерживали, помогали, и, наверное, вот они верили в вас. У меня были очень хорошие учителя. Верили, не верили, то есть, сложно сказать, но они были вот... Ну, как-то с пониманием относились. Они были, но это не то, что с пониманием. Они были хорошие учителя, они были настоящими людьми. Вот это вот, пожалуй, самое главное. То есть, вот образование – это то, что останется после того, когда ты забудешь вот конкретно то, что учили. Это вот то, что станешь человеком. Самое главное – это вот понимать после школы, и я так стараюсь воспитывать и своих детей, что такое хорошо, что такое плохо. Такой вроде простецкий вопрос. Вот я точно после школы, благодаря учителям, это хорошо понимал. И это вот самое основное. Но всё-таки школа стала тем самым фундаментом, который вам в дальнейшем помог. Вы успешный бизнесмен сегодня, Роман Валерий. Но служба школы есть? Ну, безусловно. Безусловно, и далеко не последний. Я когда вот кончил школу, я этого вообще не понимал. И мне вот казалось, что ко мне несправедливо относятся, что, в общем, даже такая какая-то обида была, что вот там какое-то непонимание. Эх, если бы я был учителем. Да, да, да. Но самое главное, меня научили быть человеком, и это вот такой один из главных фундаментов, который есть, который позволяет нам двигаться по жизни. И я вот сейчас разговариваю со своими детьми, и дети это недооценивают. И я это недооценил. Наверное, всё-таки вот там. Ну, просто, может быть, я всему своё время? Ну, да, должна быть дистанция, чтобы посмотреть назад. У учителей есть такая возможность постоянная. То есть вы детей видите не только на протяжении 11 лет. И даже в отпуске. Вы дальнейшую жизнь их тоже наблюдаете в постоянном тесном взаимодействии. Огромное количество ваших выпускников возвращаются обратно к вам в школу. Мы тоже об этом рассказывали. Ну, не огромное. Большое. Ну, всё-таки, ну, всё-таки это достаточное количество. Вы знаете, это хорошая тенденция, на самом деле. Вот нету сегодня нашего третьей собеседницы, но она была на прошлой передаче. Я вот сижу тут спокойно, и я очень довольный, что выпускник прошлых лет, старше, самое старшее поколение, да, мы сейчас беседуем. И коллега практически, да, выпускница, вот практически пятилетней давности работает в школе. И реализует один и тот же проект. Они реализуют один и тот же проект. А вот какой мы сейчас с вами вместе посмотрим. Внимание на экран. Открыть инженерный класс было решено в новом корпусе. Здесь работает детский сад и занимаются ученики начальной школы. Именно они и станут первыми слушателями курса робототехники. Сначала дети будут учиться собирать простейшие конструкции из лего. Следующий этап – это полидроны и создание собственных роботов. Педагоги рассчитывают, что ученики шестых-седьмых классов с легкостью освоят эту программу. Мы находимся только в начале пути, чтобы это все развивалось. И это такое вот многоуровневое, начиная с младших классов, заканчивая уже в старшем. И если удастся это вот протянуть через весь образовательный процесс, это уже будут совершенно другие дети, которые будут совершенно по-другому мыслить. Роман Авдеев лично осмотрел класс, подробно расспросил о количестве образовательных программ. Укомплектованности и даже сам попробовал соединить полидроны. Получилось, но не сразу. Захотелось самому что-то создать, поиграть. И самое главное, это действительно очень креативно. Я даже не ожидал. Ну потому что тогда, когда я смотрел, ну как-то, то есть мы рассуждали, обсуждали с директором, что это вот как-то, а когда это вживую, это настолько креативно, настолько увлекает. Ну я вот завидую этим детям. Вот правда, хочется самому этим заниматься. Инженерный класс уже начал свою работу. Первые ученики осваивают территорию с каждым уроком. Справляться с задачей педагогов становится все легче и интереснее. Малыши строят целые города, ракеты, автомобили. Известный бизнесмен не смог удержаться и активно включился в образовательный процесс. Знаете, во-первых, хочу сказать, что я очень рада, что, да, я действительно буду заниматься именно робототехникой с ребятами, потому что эта область меня очень интересует. И я думаю, сейчас, в принципе, такие дети пошли, что это их всех тоже заинтересует. Открытие инженерного класса дает возможность ребятам развиваться совершенно в новом направлении. Социологи уверены, что технологии с каждым годом будут вытеснять обычные профессии, роботы придут на смену людям. А вот чтобы ими управлять, нужны высококвалифицированные кадры. Растить их будут теперь в третьей школе. Здесь созданы для этого все условия. Роман Иванович, как родилась идея подарить родной школе такой необычный класс? Знаете, это вот не моя идея, это вот идея директора. Вы просили? Нет, я очень благодарен. То есть вот, ну, был юбилей, хочется что-то подарить, ну, такое вот, по-настоящему, чтобы это был такой настоящий подарок, который встроился в учебный процесс и приносил пользу. Ну, что-то для детей, что такое школа? Это, прежде всего, дети. Это вот то есть замечательное. Я вот сегодня был, смотрел, и вот самому хочется. Играть – это не то слово. Вот это делать. Это завлекает, это развивает. И вот даже вот с маленькими детьми, я даже смотрел, они во многом уже как-то научились. Они быстрее понимают, как соединять все эти сложные детали для взрослых. Да, лучше, чем я. И это шаг. И это действительно будет их развивать. Это вот, спасибо вам за такую хорошую идею. Я, безусловно, то есть буду и дальше пытаться помогать, сопровождать. Стоим два взрослых дядьки, а эти пятилетние быстрее нас соображают. Все-таки инженерный класс и робототехника, в частности, она настолько сегодня востребована. Конечно. Но не то, что у вас требовано. Но вы знали, что попросить. Но вы понимали то, чего нет. Через 10 лет исчезнут 30% профессий. И многие современные профессии, и в сфере обслуживания, и в сфере производства элементарно заменят роботы. Если мы сейчас не будем этим уделять внимания, то мы уже безнадежно отстанем. Но вы пошли дальше. И наши дети, они уже себе готовят свое будущее. Ну, вы пошли дальше. Вы решили практически с нуля уже вводить с детского сада в обучение робототехнику. С детского сада, да. Как все это будет работать? Ай, знаете, я бы сказал бы... Через 12 лет посмотрим. Да, мы сейчас в самом начале пути. Но то, что создано уже сегодня, оно все-таки поражает. Все продумано. Системно, системно. Системный подход. Нет, здесь самое главное, что есть, и то, что мне больше всего понравилось. Это вот то есть системный подход в школе, системный подход педагогов. Ну, это вот залог того, что это будет работать. Я хотел бы повторить, но мы только в самом начале пути сейчас чего-то оценивать. Оценивать должны дети, когда выпустятся из школы и скажут, полезно или не полезно. Ну, судя по тому, сколько вопросов сегодня задавали на первом занятии взрослые, не только дети, да, и как их это все заинтересовало, мне кажется, это очень интересное направление, которое вы будете дальше курировать. Правильно, Роман Иванович? Ну, поддерживать. Поддерживать. Курировать, да, это нужна квалификация. Потому что я так понимаю, что запросы уже поступают, и дальше расширять этот класс, и добавлять какие-то новые технологии, новое оборудование. Нет, мы сначала все-таки реализуем вот ту идею, которая была. Мы сначала запустим полностью все, что есть, потом уже будем расширяться. Конечно. Роман Иванович, у вас 23 ребенка. И я знаю, что некоторые из них тоже увлекаются работотехникой. Вот как вы подходите к воспитанию детей своих? Ну, своих точно так же, как я упомянул, что в школе самое главное, чтобы человек после школы понимал, что такое хорошо, что такое плохо. Вот я пытаюсь, ну, это такие простые вроде вещи, но очень базовые. Вот пытаюсь, чтобы дети могут прожить любую жизнь, вот любую. Я буду их поддерживать в любом, чтобы они не захотели. Но они должны оставаться людьми, понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и прожить свою жизнь. Вот такие базовые принципы. А вот с точки зрения робототехники, у меня, я всем детям предлагал этим заниматься. Некоторым это интересно, некоторым неинтересно. Но кто заинтересовался, они прямо с головой туда уходят. Но есть успехи. Есть. Есть. Вот у меня Дмитрий, он выиграл конкурс у губернатора Московской области по робототехнике. Я вот прям горд за это. Но самое главное, я вот смотря, это помогает ему и в учебе, и в жизни. И вот в жизни у него что-то появилось такое, что действительно его интересует. Вам они помогают разбираться со сложной техникой, ваши дети? Ну, здесь вот мы, когда я с детьми, там, математика, физика какие-то, вот то, что нас учили, я, конечно, нагло выше. Ну, потому что, ну, проходили. А вот когда мы начинаем с техникой, ну, даже с элементарными айфонами, ну, тут я по сути. Зачем нам читать инструкции, когда дети есть? Да, да. И касаясь вот робототехники, я тоже пытаюсь что-то сделать. Ну, то есть, навык гораздо выше нужно практиковаться. И я вот просто рад за это. 23 ребенка, они все учатся в разных классах, а вот в целом, довольны ли вы существующей современной системой образования? Той, которая есть сегодня? Потому что, когда учились вы, немножечко, все-таки стандарты были немного иными. Ну, я могу сказать, что сейчас система образования лучше. Вот если сравнить с той, которой я учился, и не вообще просто сравнивать, она более все-таки приближена к жизни. Вот вообще так как-то принято, то есть, там, критиковать, но быть недовольным. Это проделана огромная работа, и я вот в целом доволен. Но есть какие-то вещи, и они больше от общества зависят. Вот внедрение там инклюзивного образования, оно, конечно, у нас отстает. И вот мы все знаем, когда появляется особый ребенок в классе, и отношения детей, родителей, учителей, ну, приспособленность программы, адаптирование, все здесь в большом пути. Но если мы этого не будем делать, и не будем включать этих детей в общем, то этого не будет никогда. Вот, естественно, по этому вопросу двигается. Самое главное, двигается отношение людей к этому. Планируете ли вы и дальше помогать, ну, родной, наверное, на школе, это безусловно. Может быть, другим школам Одинцовского района, если они проявят свое желание и будут двигаться вот в этом же тоже направлении. Все, что связано с техникой, с технологиями. Смотрите, здесь есть проект, который мы должны реализовать на базе третьей школы. И он должен быть успешным. То есть, если он будет успешным, то, безусловно, можно развивать это и в других. Это, в общем, можно рассматривать как пилот. Одинцово – это ваш родной город, третья школа, которую вы окончили. Что бы вам хотелось, чтобы в этом городе было? И довольны ли вы тем, как он меняется? То, что за последние десятилетия город очень сильно и вырос, и разросся, и стал совершенно другим. И появилось очень много учебных новых заведений, направлений, в том числе для детей. Знаете, он меняется очень бурно. И вот это очень хорошо. Ну, то есть, перемены всегда хорошо. С точки зрения комфортности среды, с точки зрения учреждений для детей, что он становится, это, безусловно, сделали огромный шаг. Вот еще недавно была очередь в детские сады. И устроить ребенка можно было либо по блату, либо по везению. Сейчас же этой проблемы нет. Открываются новые детские сады. Да, но их этой проблемы нет. То же самое, проблема со школами. Она тоже, то есть, строятся новые школы. И все это развивается. И очень сильно развивается дополнительное образование, которое вот, то есть, после уроков. Мне кажется, что это здорово. Я вот еще раз повторюсь, 23 ребенка, да? Вот, Роман Иванович, вас с супругой можно считать экспертами не только в воспитании, но, наверное, и в выборе разных творческих направлений. Чтобы вы порекомендовали родителям, куда стоит отдавать малышей, из какого возраста, и что это, спорт, творчество, образование? У меня очень простой ответ. Надо научиться делать так, чтобы ребенок сам выбирал. Предоставить ему возможность. Ну, и не так, чтобы он прыгал. Но он должен понять, что это такое, понять его или не его. А навязывать его, я что бы не рекомендовал, это навязывается ребенка. Ребенок должен сам выбрать. И вот, когда он выбирает, ему интересно. Ну, это уже преподавание в школе. У меня дети играют в футбол. Час, два, три, не устают. А если садятся делать какое-то неинтересное домашнее задание? 15 минут. 15 минут. Ну, вот вопрос, что здесь главное, чтобы было интересно. И здесь залог, это должен выбрать сам ребенок. Что бы сегодня вы пожелали всем ученикам? Ну, не только своей школы, а вообще всего Одинцовского района. Всем выпускникам. Ну, выпускникам я бы пожелал, прежде всего, ценить. Вот школу, ценить своих учителей. Потому что, ну, действительно, учителя стараются и вкладывают очень много. А учителям я бы пожелал хороших учеников, творческих успехов. Ну, и не останавливаться, развиваться. Потому что образование – это такой процесс очень творческий и всегда находится в развитии. Как только остановится развитие образования, ну, все можно считать, что средней школы не будет. Как говорит, вот практически классный руководитель. Заходит в класс 23 ученика. И все свои. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Вам успехов. Ну, а вам, конечно... И нам успехов. Больше, побольше таких замечательных выпускников, учеников. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры подогнал «Симон»